Аплодисменты и волнения выступающих в актовом зале Евпаторийской детской школы искусств подводят итоги детского патриотического конкурса «Герои живы». Каждый школьник вместе со своими родителями записал двухминутное видео о жизни ветеранов, солдатов, партизанов, узников концлагеря. Прямо сейчас определяют и награждают победителей финала конкурса. Пока жива память, будут жить и герои. Сотни детей приняли участие в соревновании. Она представляла свою прабабушку Олеференко Киру Григорьевну. Мы должны помнить о наших предках, чтобы наше молодое поколение не забывало о них тоже. Живая лента видеоисторий. Перед зрителями проносятся лица, судьбы, подвиги героев. Они становились мемюрами, шансистами, разбейчиками. 12 победителей, 12 славных историй. В завершении церемонии участники и организаторы запускают воздушные шары. Проект о подвигах запустили 30 апреля. Старт дал заместитель председателя Совета министров Крыма Евгений Кабанов. Действительно, когда мы несколько месяцев назад запускали эту акцию «Герои живы», основная задача стояла развитие в нашем подрастающем поколении патриотизма, памяти о том подвиге, который совершили наши деды, прадеды, победили фашизм, подарили нам свободу. Здесь нет ни лучших, ни худших. Все дети, все родители одинаково молодцы. Поэтому еще раз повторюсь, что каждый из разместительных историй получит свой памятный приз. Следующий этап конкурса пройдет в начале осени. Проект планирует сделать более масштабным и в сентябре провести очередной финал соревнования «Герои живы». Лилия Ислямова, Алим Сейдалиев, телеканал Миллет, Евпатория.